Аплодисменты Приказываю начать радиосеанс Начинайте радиограмму с точки ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Конвой! Увести! Я вижу у вас хорошее отношение с подопечной А вы хотите доложить об этом, товарищ старший лейтенант? Нет, не хочу Если это не будет выйти в дело Не будет Я офицер И никто и ничто не сможет заставить меня забыть о долге Я понял, лейтенант Понял Вот Такая конструкция Как видите, очень Ну, простая А как происходит накопление обогащенного сырья? По принципу сепаратора Обогащенный уран-235 скапливается на периферии основного цилиндра А как происходит терморегуляция? Вот это самое слабое место Я объясню Датчики показывают температуру водяного пара в контуре В контуре Если температура повышается, тормозим реакцию Если понижается, ускоряем Опасно Можно не успеть Можно не успеть Ну, вот подумай Как улучшить эту конструкцию Так, стоп Нам надо конструкцию взорвать, а не совершенствовать Да, извините Сколько нужно взрывчатки? Периметр 5,4 Высота 2,5 метра Железобетонная конструкция Но Если грубо Где-то 100-120 килограмм взрывчатки Не пойдет Почему? Объект охраняется СС Мы не сможем провести такое количество взрывчатки А что же делать? А если количество обогащенного сырья достигнет предельного уровня? Теоретически Теоретически Это возможно Я объясню Если Количество обогащенного урана 2,35 Достигнет своей критической массы Возможно самоликвидация станции Теоретически возможно Это и есть неуправляемая цепная реакция Другими словами Ядерный взрыв Но это только теоретически Неоправно Необходимой массы обогащенного сырья Там нет Вот тебе и полька бабочка Уран-235, говоришь? Вы так скоро, товарищ старший лейтенант Ядерную физику освоите? Надо будет освоить Разрешите прикурить? Значит так Отряд Авдеева в центре Харькова устраивает взрывы Немцы поднимают тревогу Отправляют туда своих охранников Хотин и его люди Врываются с боем на территорию института Мы въезжаем на грузовиках Со взрывчаткой И Шабанин нам не нужен С боем, значит? С боем Партизаны против спецотряда ВАФН-СС Это же авантюра И сколько человек думаешь положить? Ну так для дела Другие варианты есть? Ну что ты молчишь? Тупик? В моем варианте Да плохой твой вариант, Сахнов А знаешь, чем плохой? Тем, что ты в лоб хочешь лезть Не имея дополнительной информации Это тебе не на медведя с рогатиной идти Послушай, Терех не годится Забодай тебя, комар Есть другой вариант А ну тебе сахну Должно быть еще что-то, чего мы не учили В сорок первом, когда наши оставляли Харьков Не могло ведь городское начальство Просто так важные объекты немцам бросить Согласно директиве ставки За номер 365 Все крупные учреждения Транспортные узлы Места предполагаемого постой Немецкого командования Все должны были заминировать Ну а почему не взорвали? Не успели Немцы не дали То есть нам не стоит взрывчатку В институт тащить, да? Может быть она там есть? Если бы так А Шабалин мог об этом знать? Откуда? Ученого о таком знать не положено Да и не было его там в сорок первом Нет, ну кто там ведь должен знать? Я не знаю, директор, портор Не обязательно Не их высокого ума это дело А вот замдиректора по хозяйственной части Вполне возможно Товарищ генерал-майор Есть такое Вот Шахов Степан Игоревич 1880 года рождения Русский Член партии большевиков Кандидат физических наук, между прочим Замдиректора по хозчасти Ну и где этот Шахов? С 42-го трудится на благо Родины В специальном научном отделе под Рыбинском В специальном отделе шарашки, что ли? Осужден по 58-й Подробностей я не знаю Вот было бы хорошо его сюда привезти А зачем сюда? Давайте мы нашего Богородского туда пошлем Пусть Шахов им поговорит о минировании института Заодно и проверит нашего двойника на научность Ведь в шарашке не глупые люди сидят Ну что, это мысль Только надо все по-быстрому Самолет у тебя найдется? А как же Мне хотят устроить проверку Я знаю Но мне кажется, ты готов Не знаю Но лучше проколоться здесь, чем там Да Дьяченко, покури Не положено Слушай, ну что ты ходишь за нами? Положено, а вот и хожу Да ладно, ладно, ничего Мне кажется, ты вошел в роль Может, ты и прав Богородский У меня приказ о завершении подготовки операции Я ждал На сбору 10 минут Прощайтесь Герр Шабалин Удачи Еще увидимся Товарищ Шабалин Мне теперь в камеру вывели Ну, к чему Можете еще погулять, если хотите Арестованному разрешена прогулка до 22.00 Есть Я бы хотел Удачи Вениамин Вот, а угол атаки крыла Делаем вот таким Понимаете? То есть, вы предлагаете увеличить угол атаки крыла? Ну, Степан Игоревич, ну мы же уже сто раз это обсуждали Ну, понимаете, что схема низкоплана Она не предполагает изменения угла атаки крыла А, то есть, вы предлагаете отказаться от низкоплана Да Заключенный Бергман, а ну отставить цирк Строится Зря вы так, голубчик Мы тут победу куем Свободное время ковать будешь По вашей милости, десять минут прогулки идете Направо В камеру На повышенной скорости Шагом марш Академики Живее давай Я останусь в поселке на пару дней Уже встал на постой Да не волнуйся, ничего не будет Они же не уголовники Если узнают, что твой ученый подсадной Просто не буду с ним общаться и все Ладно Не буду глаза мазурить Иванов Что у нас в четырнадцатой? Ого Недолго место пустовало Недолго фраер танцевал Шахов Зав.отделом предварительного проектирования Богородский, Алексей Степанович Бергман, Саша А это гражданин Кот Он не всегда исполняет обязанности этикета Дойдите вы к черту, Шахов Без вас страшно Вы простите, по какой части? Ленинградский технологический Физика элементарных частиц Вот это да Ну у нас тут с такими фундаментальными исследованиями Трудновато Обычно инженерные разработки В основном по авиационной части Да, мне сказали Ну а работе завтра Пока осваиваетесь Ужин минут через десять Если по нужде, то это коридор Только конвойному скажите Такие правила Так и скажите На парашу нужно Ну или к секунду у вас, гражданин Кот Как у зэка А вы себя возомнили свободным ученым Тоже мне Эдисон Человеком и в неволе оставаться можно Гуляй Есть Что-то случилось? Просто вас пришел повидать Если... если сенс связи сегодня вечером не состоится Я ведь вам буду уже не нужна Наверное Я доложу о том, что вы готовы работать на нас и в тылу у немцев И что вы перевербованы Ну если это поможет спастись Это единственный способ Ну и как быт? Да в общем ничего Наше дело солдатское Ну что, Шаков Удалось разговорить? Общаемся Что по поводу Харьковского института? Как только я завожу разговор по поводу Ути Он сразу меняет тему Плохо Времени у нас нет Если вам не втерпешь У меня есть ребята Жесткие Прижмут вашего Шахова Не таких раскручивают А может... Мы Шаховом? Новое крепление для пушки Шкас придумали А начертить не на чем Бумага нужна, чертежная Может так? Сделаем Попробую Пойду я А то подумают еще Ну что Пойму, что подсадной Конвойный! Пусти! Дорогая Валентина, много произошло с того самого дня, когда я попал в клетку В клетку значит, да? Дорогая, какая была бы радость вновь оказаться с тобой А вот сейчас самое интересное Сейчас я многое понял О нашей стране И о себе самом Господи, вы же интеллигентный человек Кстати, сколько вам осталось? По-моему 130 дней А у меня, вы знаете, такое ощущение Что вам придется провести немножко больше времени в этой клетке Но все зависит от вас Вам только стоит подписать Степан Игоревич, подписать прошение Чтобы меня назначили начальником отдела разработки Вот и все Вы бездарь, кот Я тоже кое-что понял о себе Мне хорошо читать чужие письма А ты откуда взялся, щемот? Ай, руки сломал Спрячься это А лучше порвите Все равно, вам не удастся это передать Что-то есть Мои позывные Ваше предложение по освобождению Фауста одобряем Ускорьте сроки проведения операции Фауст Будет вам Фауст Молодец, Котова Отлично получилось Служу трудовому народу Но, но, Котова, чтобы такие слова, говорит, это заслужить надо Извините Увидите арестованного Есть На выход Значит, Шахов тебе все рассказал, да? Ну, молодец, Богородский Да что я, мысль-то ваша была, товарищ полковник А что, ученые тебя не раскусили, нет? Копнули бы глубже, раскусили, а так Дело не в знаниях, люди хорошие, попались Ну, знаешь, в Харькове тебе тяжелее придется Там сейчас у них насчет человеческих качеств не очень Ну, все, проверки твои закончились Тебя отобьют у охраны Сразу будешь переходить через линию фронта Пойдешь в паре с радисткой Я спровождать вас буду до города Понятно, товарищ Шабалин? Понятней некуда Ну-ка, покажи, где у них взрывчатка заложена ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброй ночи, товарищ генерал-майор. Отвыкаете от военных привычек? Стараюсь. Но главное, потом время дайте обратно привыкнуть. А то меня на читабе ногу плахте сгнает. Дадим, дадим. Обязательно дадим время. Я продолжу. Это вы сами или по заданию? Сам. Хочу Венимина удивить. Вспомнил кое-что по курсу квантовой физики. А что вы думаете о Шабалине? Я думаю, он честный человек. И насколько я могу судить, прекрасный ученый. Лови. Налей-ка нам грамм по пятьдесят. Как вы думаете, если Шабалин честный человек, почему мы, рискуя провалить операцию, мне его посылаем за линию фронта? Этого я не могу знать. Могу лишь предположить, скорее всего, что какие-то старые грехи. Агрессивый Попов. Будет суд. И суд будет справедливый, товарищ Богородский. А пока Вениамин Шабалин – враг народа, отяготивший свою вину, побегом из-под стражи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Какое у вас красивое платье, Елена Павловна. Товарищ Челиков, вы совершенно не умеете делать комплименты. Ну, скажи, что еще должно произойти, чтобы он снова появился? Елена Павловна! Да! Елена Павловна, что случилось? У вас все в порядке? Да-да, все в порядке. А можно войти? Там не заперто. Извините, может быть, я не вовремя? Нет-нет, заходите. Очень уютно. Немножко тесновато, но ничего. Война закончится, у всех будет отдельное жилье. А книжку я вашу дочитаю и обязательно вам верну. Может быть, даже по почте. Вот. Ну, да, не вовремя. Я, собственно, попрощаться заходил. Попрощаться? Тогда прощайте. Товарищ Черехов. Так что же делать мне, скажи, мой бедный друг? Забыть об истине, звучащей благородно. Несмелым быть орлом, но низким червяком и пробираться хитростью ползком. Там, где хотелось бы взлететь свободно. Дрожать и спину гнуть, избрав хоть и низким. Зато удобный путь. И, наконец, зажить, как пошлый паразит, добившись тепленького места. Нет! О, нет! Благодарю. Благодарю! Пускай я буду нищим, довольствуюсь своим убогим, я же лищем. Я в нем не уступлю, поверь, и королю. Я в нем дышу, творю, пишу, люблю! Люблю! Да, войдите! Извините, товарищ генерал-майор, зайдись. Так, будем считать, что все прошло гладко. Группа получила задание освободить Шабалина. Какие наши действия? Помещаем капитана Богородского под фамилией Белянов в тюрьму по делу о пропавшем золоте. Делаем выезды в город в интересах следствия. Потом устраиваем стрельбу, распускаем слух о побеге заключенных. Пока складно. А что дальше? Дальше пока не додумал. Группы будут встречать. А у нас пока одна радистка. Что говорит Бобков? Ну, говорит, что довольный ее работой. Работает без претензий. Попыток побега и передачи сигнала о том, что работает под контролем, тоже нет. Хорошо, подумаем. Товарищ генерал-майор, я по поводу семьи Шабалина. Вроде как, должен был узнать, я ничего не узнал. Нет никаких сведений. Ладно, не переживай, иди спать. Есть. Перечасовой. Никак нет, товарищ старший лейтенант. Я ему говорил, он не слушается. Враг народа. Открывайте. Хорошие стихи. Оказывается, так хорошо с утра громко читать стихи, легче становится. Можно еще спеть. Следующий раз обязательно спою. Вот, в следующий раз успойте. Хорошо, что отдыхаете. Закрывайте дверь. Котова, лицом к стене. Егоров, кругом. С этой минуты арестованная Котова расконвоирована. Свободен. Есть. Вот этот участок идеально подходит. С нашей, с немецкой стороны ляс. Нейтральная территория вся в оврагах. Я бы провел группу вот здесь. А где будут встречать группу с той стороны? Здесь. Здесь большой и глубокий овраг. Видно отовсюду. Ну, значит так. Когда Шабалин и радистка окажутся вот здесь, начнется шквальный огонь с нашей стороны. Водитель. Разрешите? Какой же день? Есть информация по Котовой. Тут кое-что из старых эвакуационных киевских архивов. Спасибо, хлопцы. Знакомые помогли, быстро сработали. По моей ориентировке ее узнали. Так вот, она не Котова. Она Краснова Маргарита Марковна. До 1917 года рождения. Первый раз попала в поле зрения органов внутренних дел еще в 39-м. По делу о хищении в центральном универмаге города Киева. Ну, это НКВД, пусть этим занимается контрразведка. Здесь ни при чем. А дальше уже по нашей части. Вот данные, которые удалось получить от киевских подпольщиков. После начала войны Краснова осталась в Киеве. В сентябре 41-го немцы взяли город. И тут же по чьей-то наводке полиция арестовала пять членов подпольного горкома. Через день их повесили. Краснова? В Киеве уверены, что она. А вот это от нашего человека в немецкой разведшколе в Ловбурге. В январе 42-го наша Котова Краснова объявилась там. Отличница группы подготовки радистов. В мае 42-го ее в числе диверсионной группы забрасывают в район Воронежа. Ну, наши их взяли почти сразу. Краснову хотели расстрелять, но ввиду ее чистосердечного раскаяния и желания сотрудничать, посчитали разумным оставить ее в живых и использовать в радиоигре. Наступаем на те же гробки. Ай, идти она не может. Бабкова ко мне, срочно! Лейтенант Бабков! Меня вызывает. Можете идти, товарищ лейтенант. Шабалин и Котовы идут вот здесь. Немцы должны их видеть. Вот у этого аурага вы ликвидируете Котову. Главное, чтобы немцы это видели. Несна задача? Не совсем. Она не должна попасть к своим живой. К своим? Понимаю. Ну, вы справитесь. Так, так точно. Разрешите идти. Идите. Вот кто теперь только подтвердит личность Шабалина. Мы не можем отменить операцию. Продолжение следует... Вы знаете? Вам приказали сопровождать меня при пересечении линии фронта. Меняю вашего человека. Это так, товарищ лейтенант? Так. Это значит, что расставание нам с вами пока не грозит. Надолго ли? Я не могу сказать. Это секретная информация. А зато у меня есть, что сказать вам. Говорите. Ну не здесь же. Лучше там, в той комнате. Для допросов. Операцию начинаем завтра. В шесть часов утра на машину Шабалина будет совершено нападение. Будут убиты два диверсанта и ранен шофер. После этого сразу переходим линию фронта. Тебя что-то беспокоит? Сомневаешься? Да я во всем сомневаюсь. Все в этом деле, как говорится, на Тоненького. А цена провала велика. Сомневаешься, значит работаешь. Сомневайся. Забодай тебе комар. Сомневайся. В машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай еще раз пройдем. Адрес для встречи – кафе Зустрич. С двадцати до двадцати одного я буду тебя ждать там каждый день. Если вдруг что-то пойдет не так, Нагорная, двадцать четыре. Сапожник Захарченко. Запомнили, Богородский? Шабалин, товарищ старший весна. Шабалин. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что случилось? Баллон пробило. Долго менять? Около часа. Сейчас. Дальше пешком. Выходим. Быстрее, быстрее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Майор Друбич, старший лейтенант Терехов, СМЕРШ. Что же вы опаздываете? Семенцов! Мы не успеем, я отменяю сегодняшний переход. Невозможно. Это необходимо сделать сегодня. Я не могу остановить артиллеристов. До начала артподготовки 17 минут. Значит, должны успеть. Семенцов, отведёшь единый передок и передай Кабанову, пусть их поддержит. Есть. По возможности. Вперёд. Торлеев, вся ответственность на тебе! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Старший лейтенант Терехов. Капитан Кабанов, немцы зашевелились. Видать, нас встречают. Боюсь, вы не разойдёте, старший лейтенант Терехов. Накроют вас, как пить дать. Ну, за сейчас самое время. Мы пойдём двумя группами, Шабалин-Скотовой, а я с Бабковым, пойду их права, хорошо? Товарищ старший лейтенант, я их проведу, да, вражка? Хорошо выполнить. Время, пошли. Не беспокойтесь. Я всё сделаю, как надо. Спасибо, что не выдал. Не тяни, лейтенант. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всё, Лиза, прощай. Мы же увидимся, правда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажись, накрыло. Не успели. Ну, давай, давай, Стахнов, не тяни кота. В общем, замешкались они. Что значит замешкались? Они что, на свидание наряжались? И в назначенное для перехода место вышли с опозданием на 30 минут. Дальше? Да не вышли они в точку, когда надо. Тут наши артиллеристы, как и было договорено, открыли огонь. Вовремя. Выходит, не очень. В общем... В живых кто остался? Я спрашиваю, в живых кто остался? Не знаем мы. Что значит не знаете? Что с Богородским? Убила. Когда стало возможным, наши разведчики ходили туда. Нашли его. Ударной волной от взрыва накрыла. Лейтенанта Бобкова шальной пулей. Что с Радиской Котовой? Ее найти не удалось. Может, к фрицам ушла, а может, прямое попадание. Терехова, вот, тоже не найти. А он что, тоже к фрицам ушел? Ну, его могли ранить, товарищ генерал-майор, или в плен. Попасть он мог, и забодай его, ковар. Сейчас, отчису не легче. Я? Да. Слушаю вас, господин майор. Да. Из-за этих проклятых русских зим, я летом не могу согреться. Вы Вениамин Шабалин? Кто может это подтвердить? Ваши напалины конвои. Двоих убило сразу, третьего при переходе. А девушку застрелили на ваших глазах, вы сами видели. Она застрелила в городе, по ее альбом, а шоссе. На ваше счастье, она жива. Она здесь, в городе, в госпитале. Бетензи, дарси, уберлэхт. Си, дей, лэйцевэр, ее брохты, бештуды гинькаун. Молитесь, чтоб она выжила. Она последняя, кто может подтвердить ваши слова. Извините, доктор, вас там пациент спрашивает, которому ногу ампутировали вчера. Если придет в себя, немедленно мне сообщите. Вам придется подождать. За вами приедут. Идите. Ваши очки, господин Шабалин. Спасибо. Спасибо. Значит так, надо связаться с нашими людьми на той стороне. Пусть они поищут по госпиталям, в префронтовой полосе, может быть, отыщут Терехова и эту вашу Котова. Что скажешь, Стахнов? Сделаем, товарищ генерал-майор. Заварили кашу. Ну, так что давайте, расхлебывайте. Есть. Ахтон, Сильништаден! Один из них — Берхольц. Немецкий коммунист сидит в лагере, опасности не представляет. Немецкий коммунист сидит. Да. Вот тебе и полька бабочка. Разрешите? Да. Товарищ генерал-майор, получено сообщение из партизанского отряда. В штаб 48-й дивизии доставлено двое. Женщину потом направили в госпиталь, тяжело ранено. Мужчина из штаба не выходил. Уж больно их бережно доставляли. Именно поэтому наблюдатель обратил внимание. Значит, Терехов жив и находится у немцев. Ну, жаба, дай тебе коммунист. Ну, и как прикажете его оттуда вытаскивать? Да. Да. У меня для вас уперажение. Сюрприз. За вами приехал фаштрук. Профессор Берхольц. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ